Я дико был обижен на Лужкова с Примаковым, я завалил их нахрен, после чего я был дико обижен на другого человека, которого собирался посадить в железную клетку. Совершенно верно. Все нормально сейчас. Железная клетка заржавела с тех пор, не надо вспоминать. Когда и как вам пришлось за эту фразу просить прощения? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Да нет, нет, нами правят очень просвещенные люди. Вы просто не в курсе. Это же не чеченцы нами правят-то пока. Нет, нами правят питерские интеллигенты, юристы и лингвисты. Сечин, например, лингвист, роман о германская филологии. Значит, Сергей Иванов был, вот так сказать, словист, лингвист тоже. То есть там нами правят лингвисты, в основном юристы из ЛГУ, из Ленинградского госуниверситета. Потому что нами правят интеллигентнейшая компания. Не надо на коленях извиняться, ни хрена ничего такого нет. Те самые лингвисты, которые телеканал «Дождь» опрос про блокадный Ленинград не прощают. Но это лингвисты все-таки. Слушай, когда придут другие, всплакнем по лингвистам. Правда. То есть вам не пришлось извиняться? Нет. Каким образом тогда вы получили возможность руководить радиостанциями в стране, где никаким медиа нельзя руководить? Почти никаким медиа, и уж точно русской службы новостей и радио «Говорит Москва» нельзя руководить без миропомазания оттуда? Вы все знаете. Я знаю, как устроены медиа. Мистика? Мистика. Мистика. Нет, нормально, все еще, сейчас нормально все. Нормально. Ну я объясню, нормально. Вы встречались с Путиным после того выступления в Майдане? Он абсолютно чувствителен к подобным разговорам. Абсолютно чувствителен. Нет, просто сказать встречи. Я не буду говорить, о чем вы говорили. Нет, нельзя, нельзя. Если ты не договорился о том, что факт встречи тоже палишь, нельзя палить. Путин абсолютно чувствителен.